Добрый вечер! В эфире специальный выпуск Планеты Океан с борта плавучего маяка Ирбенский, который, напомню, в ночь с 29 на 30 июня швартовался здесь, на набережной Музея Мирового Океана. И после реставрации будет готов принять первых посетителей. Впрочем, сегодня еще одно важное событие подходит к своему логическому концу. Из похода триумфально возвращаются участники традиционного шлюпочного похода на морских ялах. Более 60 курсантов и кадетов приняли в нем участие и прошли за 7 дней почти 200 километров по внутренним водоемам нашего региона. И мы их буквально встретим через полчаса в прямом эфире. Но пока мы ждем участников похода, давайте уделим внимание этому уникальному кораблю. Чуть-чуть позже мы поговорим с экспертами, которые расскажут об истории будущем маяка Ирбенский. А пока давайте вспомним, как же этот корабль шел в Калининград и как его встречали. Время близится к полуночи. На двухъярусном мосту скапливается народ. Ждут достаточно редкого для Калининграда события – подъема моста. Здесь, на Приголе, плав маяк Ирбенский завершает свой переход из Санкт-Петербурга к набережной исторического флота Музея Мирового океана. Кстати, примечательно, не северная столица, а именно Калининград стал новым домом для единственного в России плавучего маяка. Встречать новый плавучий экспонат собрала вся дружная команда музейщиков. Конечно же, волнуемся. Жалко, что он ушел из Петербурга, и это жалко петербуржцам. Но ведь у них был шанс, и мы очень долго ждали, когда решение будет принято. Ну и сегодня он уже в Калининграде. Плавучий маяк Ирбенский был построен в Финляндии в 1962 году и больше 10 лет нес службу в Ирбенском проливе, ведущем в Рижский залив. Помогал военным кораблям и гражданским судам проходить опасный участок Балтики. А потом помощь понадобилась самому маяку. После распада Советского Союза корабль 20 лет простоял у плечальной стенки в Ломоносове. А в 2010 году его выставили на продажу в качестве черного лома. От распила корабль спасло вмешательство музея Мирового океана. И сегодня каюты, ходовая рубка представляют плачевное зрелище. Разломаны внутренние стены и переборки. Вандалы сняли даже обшивку со стен. Восстановим все, сделаем, все будет замечательно. После докового ремонта в Кронштадте, 6,5 дней плавания по суровой Балтике, ветеран, хоть и с помощью буксиров, прошел с легкостью. Сергей 30 лет проводит корабли по Калининградскому морскому каналу. За плечами швартовка «Витязя», космонавта «Пацаева», подводные лодки. Нужно вовремя контролировать все еще. Вовремя нельзя открывать руки и не спать. Вовремя надо реагировать на все нюансы. Встречали заслуженный маяк аплодисментами. Давай, генеральный директор. Плавный маяк Евгенький к родному присялу прибыл. Чтобы перекинуть трап, пришлось разрезать металлическое ограждение. И первая, и пока единственная экскурсия по кораблю. А живет маяк через год-полтора. Столько времени займет реставрация внутренних помещений и восстановление маячного оборудования. И рядом с нами здесь, на борту Ирбенского, уже находится руководитель Музея Мирового океана Светлана Геннадьевна Севкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана Геннадьевна. И, конечно, мы знаем, что плавмаяк Ирбенский – это, наверное, один из самых выстраданных объектов и экспонатов Музея Мирового океана. Расскажите, как шла борьба за Ирбенский, как его сюда доставили, в чем сложности были? Вы знаете, у нас, наверное, каждый объект все-таки очень такой выстраданный. И Витязь был выстраданный, и средний рыболовный траулер, сейчас вспоминаем. Все корабли доставались нам в совершенно жутком состоянии. Таким же достался нам Ирбенский. Но мы, скажем так, что мы долго его ждали. Мы позволили долго ждать, и пять лет мы предоставили возможность Петербургу решать его судьбу. Но, к сожалению, никто не решил, как всегда, вот второй раз в Петербурге не нашлось места кораблю. И мы просто предложили его забрать, и морская коллегия приняла решение о том, чтобы передать плавмаяк Ирбенский нам. Извините, перебью, если бы вы не забрали, какова его судьба? Я думаю, что его разрезали бы. На самом деле, я вообще удивляюсь, что его не тронули все-таки. Он столько времени стоял в Ломоносове, в базе, и он уже был совсем страшный. Но его никто не трогал, и я сказать, спасибо, военным. Потому что, видимо, они понимали значимость. Его невозможно было тронуть. Ну как же, это же маяк, это же луч на одежду. Как можно распилить этот луч на одежду? Потому что это сделать было нельзя, и все все-таки ждали, когда же кто заберет этот луч. Мы его взяли. А самое трудное, конечно, было то, что нам просто не хватало денег. Деньги были выделены только на докование, и мы провели доковый ремонт. Это 10 миллионов рублей. Потом оказалось, что нужно дополнительные работы провести. Уже денег не хватало. Я могу сказать, что силами сотрудников, только сотрудников за последний месяц, было освоено полтора миллиона рублей. То есть мы вложили, собственно, свой труд, свои силы. Эти бесконечно заполненные мусором контейнеры 27-кубовые. Это покраска, подкраска. Я лично сама занималась, как я говорю, конвертацией. Вот я теперь знаю, что такое конвертация. И поэтому я понимала, что на мне лежит ответственность, когда регистр сказал, мы даем добро двигаться. И я понимала, что я теперь отвечаю за это все, и что нужно все задравить, нужно все привязать, нужно все прибить и лишнее выбросить. Поэтому сегодня на маяке почти ничего нет, кое-что лежит в этом трюме. Поэтому это было сложно. Это было такое, знаете, какое-то самопожертвование, когда мы просто в течение... Я две недели, мне Министерство культуры разрешило работать, такая редкость. Две недели быть в командировке. Я две недели провела на этом корабле, который стал родным. Вообще, на самом деле, когда я его увидела в 2010 году, я в него просто влюбилась. Он был разрушен, но он настолько хорош, он настолько комфортен. Я представляю, как... Да он уже сейчас хорош. А каким он выйдет, когда мы его восстановим? Красавец. А каковы были сложности транспортировки? Он ведь не своим ходом сюда забирал. Транспортировка тоже были сложности, потому что это была уникальная операция, которая называлась так. Переведем маяк из... Выведем маяк из дока вручную. И вот сотрудники музея, у нас было пять человек, прежде всего заместитель по флоту Алексей Николаевич. Я очень старый капитан в возрасте, и два матроса с Красина. Вот мы впятером начали перебуксировку. Извините за выражение, но буксировочная компания кронштадтская, с Дрейфила, она сказала, мы не можем вывезти плавный маяк из дока. И нам пришлось его разворачивать и выводить. Потом к нам присоединились матросы. Надо сказать большое спасибо нашему кораблю калининградскому, Ярославу Мудрой, командиру этого корабля. Они помогали нам чистить этот корабль, готовить его. И помогли, потом уже Смольный нам помог тоже развернуть. Матросы Смольного помогли развернуть этот корабль, вывезти к батапорту. И затем мы передали его буксирной компании, которой, конечно, было непросто. Вообще сам процесс перебуксировки. Но, представляете, я вот так вот представила, как его маленького, а время было штормовое, на такой длинной веревочке, 400-метровой, ведут. И он где-то там болтыхается. И я поэтому говорила, что нужно всё-всё закрепить на этом корабле. Крен мог достигать 50 градусов у этого судна. Поэтому очень волновались. Нужно, чтобы все иллюминаторы были целыми, двери были задраены. Всё привязано, прибито и так далее. Сон Геннадьевна, а какова культурная и историческая ценность этого корабля? То есть вы же как музейщик. Ну, последний же, понимаете, последний. Мало того, мы привели его 29 июня. Это День судостроителя. Впервые отмечался День судостроителя. И поэтому это памятник, это архитектура. Посмотрите, что это за судно удивительное. Он последний, в 62-м году, после этого вообще в мире не строились маяки. И он, конечно же, был на Балтске. И знаете, в чём ценность? Что сегодня люди, которые приходят к нам, они говорят, о, это плавная Карменская, мы ходили мимо него. То есть это корабль, который принадлежит всем. Поэтому я уверена, что мы его всем миром должны восстановить. А есть ли уже понимание сейчас, сколько понадобится средств и времени для того, чтобы привести его в порядок? У нас время, как вы знаете, мы очень любим его сжимать. Мы не можем растягиваться, как будто бы мы живём вечно. Нужно всё-таки делать дело, пока ты жив, пока есть силы. И поэтому я думаю, что мы будем очень стараться сделать его как можно быстрее. В зависимости от того, как нам помогут. Вот вы знаете, я вот думаю, что символом Кёнигсберга, старого города, является Кафедральный собор. Символом современного города, ну, 100% является Музей Мирового океана. Нет другого объекта, который мы бы сказали бы. Мы сделали это вот за свою жизнь. 23 года стоит Витязь. Вот это 23 года, всё, что мы здесь сделали. И символом является, конечно, набережная. А теперь вот такой вот красавчик. Ну, просто он красавчик. В нашем городе дождей, он просто совершенно радостный. И мы, я думаю, найдём деньги. Потому что я сегодня хочу сказать, что владыка Серафим буквально сегодня решил вопрос о передаче нам рынды. Рынды с маяка, Ревельского маяка. Это огромная рында, метр высотой, огромный диаметр. Её он передаст музею. Она когда-то хранилась в гидрографии Балтийского флота, потому что у нас маяки. У нас восстановил шлюпочный участок двери, подарил нам. Вот просто сделали, ребята, доброе дело. Вот мы стоим возле крана. С этого крана бралась лосманский катер. Сейчас Лукоил дал деньги на восстановление лосманского катера. Я уверена, что Балткран поможет нам сделать кран. А горожане могут поучаствовать и помочь? Дело всё в том, что мы объявляем, конечно, сбор средств. Потому что мне кажется, что вот как всем миром когда-то строили кафедральный, надо восстановить такой же красавец наш современный. Маяк Ирбенский. Уже люди просто приходили в эти праздники, в день города, и говорили, слушайте, ну давайте соберём клуб друзей, волонтёров. Мы готовы вложить какие-то средства, чем-то помочь. Потому что денег на самом деле Министерство культуры пока не выделяет. Не выделяет. Сейчас на борту мы можем прочесть Санкт-Петербург. Во-первых, что это значит? Правильно я понимаю, что это порт приписки? Я много здесь надписей сделала, в том числе и эту надпись сделала самовичную. Так, а когда же там появится Калининград? Вы знаете, вы, наверное, не замечали, что на борту к Витязе находится надпись «Владивосток». Так. Подводная лодка у нас из Североморска. Кронштадт потом у него. Но всё-таки это Североморск, северная лодка. Единственный у нас такой родной – это средний рыболовный траулер. А космонавт Пацаев – это тоже Санкт-Петербург. Сейчас оформляются документы. На самом деле он не стоял в Санкт-Петербурге, но у него порт приписки Санкт-Петербург. Но он стоял в Ломоносове, стоял в Кронштадте. Я думаю, что мы посмотрим, как решит вопрос регистр. Но, скорее всего, эта надпись останется, и пусть она нас не смущает. И пусть она нас не смущает, это история. Это наш маяк. Это наш маяк, потому что он всех маяк. Здесь много чего не хватает. Здесь не хватает на трубе серпа и молота и красного флага, потому что он ходил в советское время. Появится? Появится. Это история этого корабля. А как же? Мы считаем, что историю надо хранить, какая бы она ни была. Она наша, родная история. Большое спасибо, Светлана Геннадьевна. Что же из себя представляют технические характеристики Ирбенского? Давайте посмотрим прямо сейчас. У нас есть специальный на эту тему материал. Длина плавучего маяка Ирбенского, например, с Титаником, то выглядело бы это так. Печально известный корабль в 6 раз длиннее, в 3 раза шире и в 8 раз быстроходнее. Экипаж плавучего маяка 19 человек против 885 на Титанике. Непотопляемость судов обеспечивали водонепроницаемые перегородки 7 и 16 соответственно. А вот оставаться на плаву обоим кораблям позволяли не более двух затопленных отсеков. Рядом с нами уже Николай Серафимович Торопов, главный специалист службы капитана морского порта Калининград и... И бражник Александр Иванович, председатель союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области. После такой информации сразу хочется спросить, были ли серьезные происшествия с Ирбенским? Ну, наверное, айсберг не встречал, но все-таки. В ноябре 1982 года, через 20 лет после установки его в Вербенском проливе, до штормовых условий он срывался с якоря. Вот, это, к сожалению, типичный случай для таких объектов, которые стоят в море, в открытом море. И плюс, вот, кормовая мачта, на которой установлен аутофон, тоже была сломана. Но это все не повлияло на работу, основную его работу, обеспечение безопасности, плавание моряков в этом районе. Для прохода узкости, прежде всего, в Ирбенский пролив. Что за карту вы принесли? Значит, эта карта с указанием места, в котором с 1962 по 1986 год находился плавмаяк Ирбенский. В этом месте сейчас стоит приемный буй, номер один осевой, с которого начинается плавание судов по мелководью Ирбенского пролива. Вот специальная пометка на карте, мы можем понимать, что именно здесь, вот здесь вот и находился корабль. Вот указана эта точка. Это карта навигационная. Она позволяет именно вести прокладку штурману, следить за местом корабля. Вот Николай Серафимович сказал, что в свое время сломали ноутофон. Ноутофон это звуковой сигнал, который подает маяк в плохую видимость. То ли это заряд снега, то ли это туман. И в таком узком месте, как Ирбенский пролив, кораблям очень сложно удержаться на курсе. А там и слева, и справа мель, глубины настолько малые, что кораблю не мудрено без такого важного объекта, как морского, как маяк Ирбенский, оказаться на мели. Это чрезвычайное происшествие. Вот Николай Серафимович сказал, в 1982 год, а я помню курсантам в 1969 году нам рассказывали, как маяк Ирбенский сорвало сикарей. И причиной тому было, когда корабль встает в док, то якорь цепи в обязательном порядке обследуется. А он, для того, чтобы удерживаться на месте, стоит на мертвых якорях в рабочем состоянии и удерживается якорь цепями. Видимо, команда в то время не придавала особого значения, тем более, что он недавно был построен. И опасности не видели, не чувствовали, что может произойти якорь цепи. Но обошлось. Нет, не обошлось. Как раз оборвался якорь, якорь цепь и корабль. Судно начало движение? Да, совершенно правильно. Судно начало движение, и его спасали. Фактически спасали. Насколько судно было современным на тот момент, когда оно было построено? Да вы знаете, если не брать космическую навигацию, которая выдает с точностью. Я вот на автомобиле еду, и мне говорит она, через 300 метров, через 10 метров поворот у вас так. Так же и корабль сегодня, пользуясь сигналами, поступающими из космоса, способен удерживать свое место. И, мягко говоря, если спутниковая система откажет, то единственное средство удержаться на месте, знать свое место, это, конечно, маяки. Каждый маяк имеет свою отдельную характеристику. То ли это, бывает, точка-тире, то ли это тире, точка-тире, то ли... Этот маяк? Да. А этот маяк какая? А я вот, к сожалению, сейчас... ПМ. 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 Глав маяк. Да, это... Первый две буквы. На нем находился радиомаяк, который вместе с наутофоном, при одновременном передаче сигнала, звук, как известно, доходит со скоростью 340 метров в секунду идет, распространяется. Радио принимается мгновенно. А по секундомеру засекается время приема звукового сигнала, умножается количество секунд на 340 метров, моряк мог определить дистанцию до плавмаяка. А, кстати, насколько далеко видно маяк, когда он светит? Ну, 12 миль у него было. Маяк, это видимость горизонта. Высота увеличивает, чем выше маяк, тем дальше он виден. У него 12 миль было. Но, как правило, это 12 миль. А звуковой сигнал, он не больше 5 миль давал. Спасибо. Спасибо большое. Мы вынуждены прерваться. Вернемся сюда, на борт Ильбинского. Через несколько минут не переключайтесь. Вернемся сюда, на борт Ильбинского. Это специальный выпуск «Планеты океан» с борта плавучего маяка «Ирбенский». Рядом с нами уже появился Николай Николаевич Париков, офицер гидрографической службы «Балтфлота» с 1975 по 1996 годы. Николай Николаевич, сегодня, можно сказать, юбилей. 35 лет назад вы последний раз были на плавмаяке «Ирбенский». Какие у вас ощущения, когда вы вновь вступили на его палубу? И выглядел он, наверное, по-другому тогда? Ну, конечно, он выглядел немного по-другому. Ну, во-первых, он не был столь ярко окрашен, радостно, да? А он имел тогда шаровую окраску, то есть как окрашиваются военные корабли. Он имел такую окраску корпуса и мачт и так далее. Сейчас он выглядит гораздо праздничнее. Ну, ощущение, как, естественно, у каждого человека, который вернулся немножко в свою молодость. Вот, пожалуй, такого плана ощущение. Скажите, с какого времени вообще начали использовать плавмаяки? Ну, в России их начали использовать примерно с 1860 года. Это достаточно древние сооружения. Первый такой плавмаяк, это был поставлен на подходе к порту Ревель, то есть Сталину. Это был первый плавмаяк в России. А дальше это развитие получило в течение XIX века. И к концу Российской империи, то есть к Октябрьской революции, в России было 26 плавучих маяков. Мы не говорим о стационарах, плавучих было 26. В советский период осталось 5 маяков, и этот был в их числе. Ну, и вот он, последний остался от того периода. Команду Ирбинского 19 человек. Какие обязанности входили в эти 19 человек? Что люди должны были делать? Ну, прежде всего, как на любом судне, капитан, конечно же, старший механик, который отвечает за всю энергетическую часть, составляющую судна. Босфон, конечно, это наружные палубные работы и состояние их якорного устройства, их швартового устройства и так далее. Команда матросов, которая поддерживает судно в исправном состоянии. И часть экипажа занимается обслуживанием чистой маячной аппаратуры. Того же светового маяка, наутофона, радиомаяка и так далее. То есть, примерно, вот такое деление. Но если возвращаясь к маячному оборудованию, есть какая-то особенность у маяка, который установлен на плавучем маяке? Ну, особенность, пожалуй, вот такая. Световая аппаратура маяка, дело в том, что он подвергается качке, плавучий маяк, в отличие от стационара. И поэтому световая аппаратура маяка, несколько он навешан, от лампы, находящейся на фок-мачте, идут специальные тросы и утяжеляющие грузы внизу судна. Потому что с тем, чтобы уменьшить колебания, иначе видимость его будет уменьшаться тоже. И она, вернее, будет колебаться, да. Вот с этой целью сделан такой противовес, специальный, устроенный вот в этой фок-мачте. А скажите, вообще все плав-маяки были похожи друг на друга? Или все-таки там тоже какая-то классификация была, и они немножко отличались? Нет, конечно же, они отличались. И первое время, ну, еще и в советский период. Хотя бы тем же сигналом, о котором нам рассказали выше? Это да. Если говорить об устройстве, то... Именно по размерам. Долгое время под плав-маяки приспосабливали какие-то отслужившие свой срок суда. Ну, даже там рыболовные или транспортные суда. То есть не строили с нуля? Да. А потом уже, где-то это уже было, наверное, после 50-х годов, уже стали разрабатываться проекты строить специально плавочие маяки. Как вот построен этот был маяк и Астраханский. Они были построены вместе в 61-62 году. Я напомню, что сегодня здесь, на борту Уребенского, мы еще и встречаем участников похода по рекам Калининградской области, который завершится вот-вот буквально с минуты на минуту. С минуты на минуту. Давайте сейчас посмотрим, каким же образом проходило это путешествие, потом вернемся сюда на борт. Война, команда в шлюпке! Старт похода начинается у набережной исторического флота музея. В экспедицию отправляется целая флотилия. Это самый большой поход. Более 60 участников, впервые, 8 шлюпок. Ребята отовсюду, ребята опытные, с которыми мы уже ходили в походы. Знаменская школа, Пионерская, Кадетская. Последний раз такой маршрут был в 1967 году. И сейчас это все опять возрождается, и это просто здорово. Ветро! Возвращайтесь! Погода в первый же день внесла свои коррективы. Дождь льет, как из ведра, поэтому до озерков решено идти без остановки. До берега на карьере уже рукой подать и первое приключение. Флагман флотилии, музейная лодка «Куренос» садится на торчащей под водой остаток старой трубы. Пришлось обращаться к помощи катера военно-морского института. Утром вновь на воду. Игорь Железнов из Знаменской школы показывает мозоли на руках. Первый раз, в принципе, мы поехали сначала на тренировку в Музей Мирового океана. Попробовали. Сейчас вот гребем очень хорошо. Лучше, да, с друзьями гребсти, общение, чем дома лежать. Диван душить. Самые подготовленные пробуют свои силы в хождении под парусом. Нас не нравится парус, вода, ветер. Особое внимание уделяется безопасности. Весь путь экипажи Ялов сопровождают катера ГИМС. Погода солнечная, значит, можно без проблем сделать короткую остановку на обед в Гвардейске. Армейские сухпайки – это лучшее вообще, что можно, от чего можно получить витамины вот в обед. На самом деле, многие наши блогеры российские проводили сравнение наших российских и иностранных сухпайков и вообще восхищались тем, насколько вкусны наши сухпайки и насколько трудно глотать то, что производят, допустим, НАТО и тот же самый Бундесвер. И снова в путь. До Знаменска еще несколько часов хода. За два дня ребята уже поняли – путь в океан начинается с Азов, с умения ходить на веслах. Марку держат будущие морские офицеры. Отказавшись от помощи, они идут на веслах от Озерков до Знаменска, а это больше 30 километров. Впереди у ребят еще четыре дня пробы своих сил и замечательных приключений. Рядом с нами уже мамы кадетов, участников похода. Это Елена Ставоп и Юлия Стародубова. И вот Елена сейчас связалась со своим сыном Антоном. И Антон что-то кричит, я не совсем разберусь. Антон, добрый вечер, вы нас слышите? Антон! Где вы сейчас находитесь? Где вы находитесь? Мы находимся в углу Десвого океана. То есть вы уже практически приплыли? Сложности придет, да. Вам понравился поход? Чему научились? Какие сложности были? Сложности были, погодные условия. Поход все эти строили, все было прекрасно. Вымокли? Под дождем. На воду. Все, спа. Ну все, Антон, спасибо, не будем больше отвлекать. Спасибо, спасибо. Елена, что рассказывал сын об этом путешествии? Для нас это уже не первый поход. В прошлом году мы тоже принимали участие. Всем ребятам очень, все в огромном восторге от того, чему они научились, как прошло время. Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам этого мероприятия. Огромная особая благодарность нашему воспитателю. Он сделал из наших ребят настоящих мужчин. Обучил всему. Ребята просто приходят мужчинами уже настоящими. Юлия, что рассказывал? Вы вообще, я знаю, совершили практически вместе с сыном этот поход. Ну, на протяжении всего похода мы были фактически вместе с ними, так как для нас этот поход был впервые организован. Хочется сказать в адрес всех организаторов большое спасибо за такой поход. Ведь наши парни становятся, крепчают, мужают именно в таких походах. А не жаловался, здесь комфорт, а там дождь? Никогда. Несмотря на то, что на протяжении 7 дней погода внесла свои коррективы. В первый день был проливной дождь, затем знойное солнце палящее. И когда они ночевали в шлюпках, ой, не в шлюпках, а в палатках, застала гроза. Именно когда они одну ночь ночевали и в палатках. Все дети довольны и счастливы. Несмотря на такие сложности, никто не хотел домой. С радостью отзывались обо всех тех случаях, которые случались у них непременно на протяжении всего путешествия. А чему научились? Говорил, чему научились? Очень много мы научились. И сказал, научился открывать железные банки. И ту еду, которую не ели никогда, кельку, тушенку, научился есть все подряд. Все, что запасали мы им. Ну что ж, мы отпускаем Елену и Юлию встречать сыновей. Напоминаю, что мы находимся на борту плавучего маяка «Ирбенский», который сейчас готовится к реставрации для того, чтобы принять первых посетителей. Но нашей съемочной группе удалось накануне все-таки опередить всех. Мы пробрались с помощью капитана в самые укромные уголки. Сейчас предлагаем вам посмотреть эту небольшую экскурсию. Здравствуйте! Добро пожаловать на борт плавмаяка «Ирбенский». Я капитан Михаил Бартыш, плавмаяк «Ирбенский». Проведу вам небольшую экскурсию по Палу вам. И можете в машинное отделение тоже спуститься вместе со мной. Это помещение называется под полубаком. Это брашпиль. Устройство для подъема якорей с грунта. Когда судно становится на якорь, якоря уходят на грунт под действием собственного веса. Для того, чтобы выбрать его, якорь-цепь с грунта, используется такое устройство. Мы поднимаемся на бак судна. Отсюда проходила швартовка. Вот видите, юшки. Это вот такое устройство для того, чтобы швартовые концы хранились во время переходов. Спускаемся в машинное отделение. Перед нами оставшаяся часть главного двигателя. Двигатель СКЛ 300 лошадиных сил мощностью позволял развивать скорость 8,7 угла. По тем временам и для плавмаяка этого было достаточно. Включаем. Загорается огонь плавмаяка. Мы находимся в столовой экипажа. Здесь кушали. Там камбус. Через это окошко подавали еду сюда. Мы находимся в рулевой рубке. Здесь раньше были установлены приборы. Ну и непосредственно рулевое устройство. Заходим в каюту по правому борту. Здесь жили, в таких каютах жили члены экипажа. Ну вот видите, простейшее удобство. Кровать, столб и раковина для умывания. Конечно, музей сделает все возможное для восстановления плавмаяка в хорошее состояние, чтобы можно было пускать людей, посетителей, которые будут заинтересованы в этом. И вот пока мы смотрели сюжет, участники морского похода на Ялах, уже приплыли к набережной музеи Мирового Кена. Мы прямо сейчас можем видеть, как подходят лодки. Тем временем рядом с нами появился капитан музейного судна плавмаяк Ирбенский, Михаил Георгиевич Бартыш. Михаил Георгиевич, расскажите, каково это быть капитаном музейного судна? Тем более еще, которое требует восстановления и больших работ. Ну, начнем с тем более, потому что в таком состоянии судно мне встречается впервые. Мне никогда не приходилось восстанавливать из такого состояния. Но, знаете, под руководством нашего директора мы сделаем все возможное, что в наших силах. И я больше чем уверен, что плавмаяк будет в очень хорошем состоянии. Какие сегодня работы здесь проводятся экипажем? И, соответственно, об экипаже. Сколько сейчас человек на судне? Экипаж небольшой. Три человека. Капитан, старший механики, матрос. В основном это обеспечение безопасной стоянки плавмаяка. Это мы смотрим и за швартовыми, и внутри, чтобы пожарная безопасность соблюдалась. Ну, по всем вопросам безопасности. Потому что не так много можно сделать силами трех человек. Ну, я знаю, что 8 и 9 июля плавмаяк все-таки принимал первых посетителей. То есть была предоставлена горожанам такая возможность подняться на его борт. Что говорили люди, когда поднимались сюда? И какова была первая реакция? Все-таки он находится не в том состоянии, чтобы принимать посетителей. То есть они привыкли к Витязю прекрасному, к СРТ с экспозициями, а здесь, собственно говоря, только по палубам пройти. Реакция была положительная. Все-таки, несмотря на такое состояние судна, очень была большая заинтересованность прийти, подняться на палубу и просто пройти посмотреть. Несмотря на то, что внутреннее состояние вот такое плачевное. И люди с благодарностью поднимались и уходили отсюда и благодарили нас. Благодарили экипаж за то, что мы вот таким образом здесь встречаем их. Очень большая заинтересованность. После 9-го числа люди приходят постоянно к воротам и фотографируют и спрашивают нас, когда мы опять откроемся. А где на судне больше всего самое излюбленное место для фотографии? Здесь, когда люди приходили? В общем-то, это носовая часть, и кормовая часть. Вот, кстати, по поводу кормовой части. Во время экскурсии мы здесь не побывали. Мы оставили этот момент как раз-таки для сегодняшнего нашего эфира. Сейчас мы находимся на корме. Что за... Ну, Светлана Геннадьевна уже сказала, что это кран. Для чего он использовался? Ну, кран здесь стоял, значит, мотоборд такой. Это для доставки лоцманов на суда. Если судно идет, и оно не знакомо с навигационными условиями, оно заказывает лоцмана заблаговременно, значит, кран снимает катер и опускает на воду. И лоцман идет, значит, катер доставляет лоцмана на судно. Это, во-первых. Во-вторых, здесь провизионка. Вот там крышка ее. Когда доставляли провизию на борт судна, кран брал, значит, подъем из провизии и опускал туда прямо в провизионку, в холодильные камеры. Здесь сухой трюм, ну, там доступ в лоцмана. А что сейчас там хранится? То, что еще осталось, то, что не выбросили. А что не выбросили? Что не выбросили. Это кровати, которые были с момента постройки, какие-то тумбочки. Ну, вот такая мебель, мебель, в общем-то, старая. А подскажите, вот двигатель-то, он вообще, его можно восстановить как-то? Или это уже нереально? Я думаю, что нереально. Лучше его оставить в таком состоянии и демонстрировать, вот, что такое, значит, оставить судно без присмотра. Потому что любое транспортное средство, любое, даже если вы автомобиль оставите без эксплуатации, вне эксплуатации, значит, он все равно тоже придет в такое состояние. Значит, судно тоже, оно не эксплуатировалось, не обслуживалось, и поэтому пришло, вот, до такого уровня дошло. Я напомню, что участники семидневного похода, это более 60 кадетов и курсантов, уже подошли к музею Мирового океана. Они прошли более 200 километров по рекам Калининградской области, преодолели маршрут Калининград, Озерки, Знаменск, Шолохово, Полес, Гвардейск. И вновь, вот сейчас, 14 июля, пришли в Калининград. Мы вынуждены прерваться и через несколько минут вернемся сюда, на борт Ирбенского, и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. В эфире специальный выпуск «Планеты океан». Мы находимся на борту плавучего маяка Ирбенский, на набережной музея Мирового океана, где сегодня встречаем участников восьмидневного похода по рекам Калининградской области. Вот только что ребята подошли к набережной музея Мирового океана. Это более 60 курсантов и кадетов, которые преодолели более 200 километров, напоминаю, по рекам Калининградской области. Их маршрут преодолели маршрут Калининград, Озерки, Знаменск, Шолохово, Полес, Гвардейск. И вот вновь пришли в Калининград. Их встречают сегодня родители и друзья. И вновь возвращаемся на борт Ирбенского. К нам присоединился Михаил Яковлевич Васильев, начальник гидрографической службы Балтфлота с 2004 по 2010 год. Вы пришли к нам не с пустыми руками, а с экспонатами. Что вы принесли? Просим режиссеров показать. Вы можете подойти взять, чтобы мы были... Мы говорим о плавмаяке. Самое главное, помимо того, что это судно, оно вооружено специальным навигационно-гидрографическим оборудованием. Здесь уже перечислялись о том, что это светооптическое оборудование, линза Фринеля, которая сейчас находится на реставрации. Защитные, мы наблюдаем сейчас, защитные штормовые окна. Здесь говорили о демпферном устройстве, которое обеспечило его постоянную нивелировку в горизонтальной плоскости этого огня, чтобы обеспечить дальность видимости заданную. Значит, мы уже говорили о наутофоне. Это специальное звуковое устройство. Да, которое работает в качестве электрического, в качестве электромагнитов. Но, значит, и о радиомаяке говорили. Ну, вот в качестве примера я бы хотел показать, что на маяке для того, чтобы обеспечить дальность видимостью, использовались вот такие лампы. Вот эта лампа, например, на 1500 ватт 110 вольт работает. Ну, это, как правило, на береговых маяках. Вот это поменьше. Это 110 вольт, потому что практически у нас все маяки работают, постоянного тока 110 вольт. Это на 1000 ватт. Значит, вероятнее всего, здесь стояла линза фокусным расстоянием где-то 250 мм. Используется вот такая небольшая лампа, 500 ватт. Или вот такая лампа, она запечатанная, новая. Достаточно маленькая. Да, да, да. Но это 1000 ватт. Это примерно как 12 лампочек, которые у вас дома в люстре скручиваются. Значит, плюс за то, что еще находится линза Френеля, которая светосилу собирает в определенном направлении, ну, в зависимости от типов светолинзы, в зависимости от типов линзы Френеля, значит, она увеличивает светосилу там от двух до некоторых, бывает, там, самого высокого класса, первого класса и высшего. Они более чем в 5000 раз. Вот это и обеспечивается дальность видимости. Плюс высота. А на Ирбенском какая линза была? На Ирбенском линза была 500 мм высота и 500 мм диаметр. Она была шведского предприятия. Ну, это не важно. Не, не помню. Важно, конечно. Не будем рекламировать. Да, она примерно соответствует нашей линзе АСА-500. Что случилось? Почему такие маяки перестали функционировать, их больше не производят? Что случилось? Ну, развитие технических средств, в том числе технических средств навигации. Ведь почему возникла необходимость, значит, вот эта Михайловская банка, она в Ирбенском проливе. Там, где он находился. Да, она простирается очень широко от берега. И маяк, который стоит на берегу, а уж там, если я не ошибаюсь, значит, у него дальность видимости не обеспечила и не перекрывала Ирбенский пролив. Поэтому было принято решение поставить, ну, для того, чтобы усилить береговые средства навигационного оборудования, поставить еще на, уже говорил товарищ Туропов о том, что на северном фарватере при входе обозначить вот сплав маяком. Плав маяком, который раскрашенный в оранжевый цвет сам корабль, он в дневное время являлся хорошим ориентиром, а в ночное время зажигался огонь на маяке. Наутофон. Тут рассказали, что про то средство, которое наутофон обеспечил плохую видимость, возможность определить не только, так как он был синхронизирован одновременно со вспышкой огня, можно было определить и дальность, то есть полярная система координат работы. Но сейчас предупреждают вот в таких вот невидимых местах уже с помощью других технологий. Сейчас, как правило, необходимость наутофон пропала по той простой причине, что современные технические средства это спутниковая навигация, GPS и ГЛОНАСС наша система. Что значит появление плавучего маяка Ирбенский здесь, в Калининграде, на набережной музеи Мирового океана? Этот вопрос мы задали временно исполняющему обязанности министра по культуре и туризму Калининградской области Андрею Ермаку. И вот что он ответил. Вы знаете, как говорят в туризме, туристов привлекает то, что неповторимо, туристов привлекает то, что имеет некий такой эксклюзивный аспект. Вот Ирбенский как раз-таки один из таких проектов и на самом деле мы очень счастливы, что он здесь есть. Помимо того, что представители морских профессий, для них это, конечно, вообще супер событие, то, что Ирбенский пришел. И вот в социальных сетях это было море просто восторгов от моряков, рыбаков, тех, кто видел когда-то Ирбенский ранее. Что касается туристов, мне кажется, это примерно такая же степень восторгов будет после того, когда он будет уже реконструирован. Поскольку это единственный в мире на сегодняшний момент маяк, плавучий маяк. И помимо того, что у него есть замечательная история, вот мы можем увидеть, это просто действительно замечательное, красивое судно. И, как я уже сказал, у него есть такой вот самый главный признак, это признак эксклюзивности. Больше нигде в мире вот экскурсию по такому судну, вот такую услугу вы получить не сможете. Безусловно, с точки зрения как бы туристического продукта это очень важно. Поэтому это еще один такой замечательный бонус для тех туристов, кто приезжает в Калининград, кто посещает музей Мирового океана, и помимо Витязи, и подводной лодки, и самолета, они еще будут видеть вот этот потрясающий корабль, который с большим трудом коллективу музея Мирового океана удалось забрать из Питера в Калининград, за что им огромное спасибо. И могу сказать, что это однозначно точка притяжения дополнительная, еще такая туристическая. И с моей точки зрения это еще может стать таким, еще одним брендом Калининградской области, именно в части туризма. Во-первых, потому что он очень хорошо укладывается в наши фирменные цвета, он уже сразу оранжевый, его даже перекрашивать не надо. С другой стороны, он находится в замечательном месте, где у нас и так существует уже туристический поток, поэтому я думаю, этот объект будет очень востребованным. Это специальный выпуск планеты Океан, и мы находимся на борту, напоминаю, плавучего маяка Ирбенский, оранжевого цвета, который нам только что сказал во время исполняющей обязанности министра по культуре и туризму. Напоминаю, что мы здесь, на набережной Музея Мирового океана, сегодня встречали участников восьмидневного похода по рекам Калининградской области, в котором более 60 кадетов и курсантов преодолели более 200 километров и прошли маршрут Калининград, Озерки, Знаменск, Шолохово, Полес, Гвардейск, Калининград и буквально минут 10-15 назад причалили сюда, к Музею Мирового океана. Да, и попали сразу в теплые объятия своих родных и близких. Ну а мы, прежде чем закончить свою работу здесь, на борту плавмаяка, хотели бы обратить ваше внимание, что маяк, несмотря на то, что линза находится на реставрации, по вечерам все-таки зажигается, так что у вас всегда есть повод прийти на его свет. Ну а мы с вами прощаемся на этом, желаем вам хорошего вечера, всего доброго. Хорошего вечера. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.